Основа разнообразных праздников заключается в том, что они являются обрядовыми составляющими религии. То есть это является одним из качеств, посредством которых представители одной религии отличаются от представителей другой. Религиозный текст шариата указывает на то, что у мусульман всего два праздника в течение года – День разговения и День жертвоприношения. Праздником же каждой недели является пятница. Посланник Аллаха до Богословия Превествует сказал, у каждого народа есть свои праздники, а это наш праздник. А что касается остальных праздников, как, например, Новый год или Рождество, то эти праздники – обладатели Писания. И непозволительно мусульманину признавать их и праздновать их, поздравлять с ними других, либо же принимать участие в них. Сюда же также относятся и вручение им в подарок того, что является особенностью этого праздника, либо же продавать им подобные особенности, как, например, гирлянды или елки, либо какая-то особенная еда. Это запретно по двум причинам. Во-первых, в этом есть уподобление им, а также одобрение и признание этого праздника. Ислам же запретил уподобление неверующим в том, что является их особенностью. Во-вторых, эти праздники способствуют введению новшеств и ереси в религии Всевышнего Аллаха. Сказал Ибн Кайм, «Рахима Гуллах, а что касается поздравления по случаю обрядов неверующих, которые являются их особенностью, то это запретно в соответствии с единогласным мнением. Подобием этого являются, например, следующие слова, «благословенного праздника тебе» или «счастье тебе в этот праздник». Несмотря на то, что произносящие эти слова не впадают в неверие, однако это является запретным. Все это не означает, что мы должны причинять им зло во взаимоотношениях или же покушаться на них. Ведь отказ от участия в празднике не означает причинение зла. Однако подобным способом мусульманин отличается от других в убеждениях и обрядах. Поэтому дозволено принимать подарки от немусульман, и это не считается признанием этого праздника или же принятием в нем участия. Однако мусульманин принимает этот подарок с целью проявления к ним добра и с целью их дальнейшего призыва к исламу. Однако при условии, что они не преподносят тебе мясо животного, которое было принесено жертву во время их праздника, сказал Ибн Таймир, что касается принятия от них подарковых праздник, то мы уже привели сообщение о том, что Али ибн Абеталиб, да будет доволен им Аллах, преподнесли подарок по случаю Навруза, и он его принял. Также передается, что у Абу Барзи рядом жили огнепоклонники, которые преподносили ему подарок во время Навруза и Маграджана, и он говорил своим домочадцам, если это будут фрукты, то ешьте их, а если что-то другое, то возвращайте. Субтитры подогнал «Симон»